Лимон, и поэтому мы сегодня с вами летим в Италию. Это оранжевая краска. Я сегодня с утра просто уже пила. На здоровье. Детоксификация организма. Вот, итальянская такая, итальянский завтрак. Чакры силы, то есть какая там пьетрая. С вами Лада Кустра. Я являюсь коучем женской силы. И вдохновляю вас идти к мечте, соединиться с вашими ресурсами. Поддерживаю на пути. В работе и в личной жизни я очень люблю использовать эфирное масло лимона. И сегодня я расскажу о том, как его можно применять, чтобы внедрить в свои ритуалы каждый день полезные, очень простые привычки. А в конце этого видео я расскажу, сколько же лимонов необходимо, чтобы сделать одну вот такую бутылочку эфирного масла лимона 15 мл. терапевтического качества. Я конкретно работаю с эфирными маслами Дотера, потому что я выбираю для себя лучшее, и для меня очень важно, чтобы эфирное масло было чистое, обладало международными сертификатами терапевтического качества, чтобы его было легко, доступно получить в любой точке мира, удобно взять с собой. Итак, лимон. Лимон на ментальном поле помогает нам сосредоточить внимание, сконцентрироваться и достигать наших целей. То есть сейчас у меня в диффузоре, я вам записываю это видео, вот у меня здесь эфирное масло лимона, потому что когда я готовилась, мое намерение было концентрацией. Итак, поэтому первый вариант, как использовать эфирное масло лимона, это разводить его в диффузоре, 3-4 капли, этого хватает на долгое время, вы можете, например, если у вас есть дети-школьники, распылять эфирное масло лимона в комнате, и будет легче делать домашнее задание. Это прям кейс от одной из моих подруг. Эфирное масло лимона делается в Италии, и поэтому мы сегодня с вами летим в Италию. Мы летим в Италию, поэтому я сегодня в таком амплуа перед вами. Жизнерадостность, яркость, сила, концентрация, это там кислый вкус, это лимон, из которого в Италии делают лимончелло, кожура лимона, который добавляют в десерты. Прекрасный способ использования эфирного масла лимона для меня это кулинария. Я добавляю его в десерты, в выпечку, в зеленый смузи. Потрясающим, это оранжевая краска, потрясающим балансом для зеленого смузи является капля лимона. Потому что если положить очень много зелени и мало сладостей, и мало кислоты, то пить его будет сложно. Вот я сегодня с утра завтракала маслом лимона в том числе. Масло лимона обладает функцией очищения организма. Поэтому очень многие с утра выпивают буквально чуть-чуть с водой. Как это сделать? Масло лимона не растворяется в воде. Да, я тоже это знаю. Поэтому что я делаю? Я беру зубочистку деревянную, окунаю ее в этот флакончик. Дальше окунаю зубочистку в бокал воды, размешиваю и выпиваю. Я сегодня с утра просто уже пила. На здоровье. С водой очень эффективно в течение 21 дня помогает и запускает в организме очистительные процессы. Похожими свойствами, кстати, обладает масло грейпфрута, лайма, пятигрена и бергамота. То есть это все большое итальянское семейство цитрусовых масел бренда Дотерра. Помимо кулинарии, как я использую эфирное масло лимона? Для красоты. Как? Оно, например, укрепляет пластину ногтей. Я наношу капельку на ночь, потому что эфирное масло лимона фоточувствительное, поэтому если нанести на кожу и выйти на солнце, то может быть аллергия. Поэтому я втираю в пластину ногти, у меня ногти природы не очень сильные, и ложусь спать. Ногти лучше растут. Масло лимона помогает отбеливать кожу, волосы. То есть можно сделать такое натуральное эмилирование. Сейчас мы попробуем с вами. На волосы я в юности любила кончики оббеливать. Вот несколько капелек я нанесу себе на пряди. Сейчас я поеду на балийское солнце. У нас сегодня солнечно. И эффект выгорания, натуральный эффект выгорания волос. Помимо того, что это потрясающе вкусно пахнет просто. Также можно с лимоном делать маски. Оно помогает избавляться от пигментных пятен. Только очень-очень-очень аккуратно. Если вы будете добавлять эфирное масло в маске для лица, проконсультируйтесь, пожалуйста, с вашим специалистом, либо нутрициологом, либо косметологом, либо аромаспециалистом, который поможет вам с дозировками, протестирует вашу кожу до этого. Далее. Мелиро-ниолос мы сделали. Франок всем рассказала про лицо. То есть, например, Алена, от которой я очень много узнала про дотеру, она рассказывала, что когда она приехала на бали, очень многие девушки, которые занимались эфирными маслами, они потрясающе выглядели. У них не было пигментных пятен, несмотря на то, что они живут фактически на экваторе круглый год. И их секрет был в том, чтобы в маске для лица со свежей спирулиной и водорослями добавлять эфирное масло лимона. Вот. Поэтому. Так. Соответственно, если эфирное масло лимона обладает свойствами детоксификации организма, то можно очищать не только организм, а нашу вторую оболочку, наш дом. То есть эфирное масло лимона можно классно использовать, когда вы моете полы, буквально капельку, чистите поверхности, какие-то можно добавлять во время стирки в белье, и тогда будет эффект отбеливания. Можно добавлять для чистки любых поверхностей. Это натуральное дезинфикация. Дезинфикация? Натуральное очищение. То есть я, например, дома не использую химию уже давно. Я использую натуральное очищающее средство, в том числе и добавляю эфирное масло лимона. Вот. И пятнами водителя, соответственно, тоже еще один лайфхак в нашей команде. Очень классно помогает тем, чтобы отстирывать вещи и вводить какие-то пятна. То есть если есть белое платье, там какое-то пятно, которое никак не вывести. Нужно накапать несколько капель лимона, оставить на некоторое время, потом застирать, и пятно с большой долей вероятности уйдет. Вот такой вам лайфхак. Как помните, давным-давно еще я была маленькая, была такая реклама на заре развития коммерческой деятельности в России, в Фейри. И там были две команды, и одна из них команда быстрее справилась с очищением жира после праздника. Вот. Реклама Фейри. И там как раз был, я помню, логотип лимона. У меня очень хорошо отложилось то, что лимон помогает при выводе жирных пятен. Ну вот сегодня, много лет спустя, я использую сама такой способ. И действительно, посуда тоже приятнее пахнет. Вот. Очень важный момент для приема внутрь детям до 6 лет. Эфирные масла внутрь нельзя принимать ни в каком виде вообще. Даже на зубочисточке, потому что у них еще не полностью сформированы некоторые внутренние органы. И если ребенку попадет эфирное масло внутрь, то оно организмом будет распознано как токсин, скажем так. Как токсин. Поэтому очень, пожалуйста, осторожно соблюдайте технику безопасности. И существует мнение о том, что эфирные масла там можно употреблять, а внутрь нельзя. Я говорю только из своего личного опыта. Вот я уже год употребляю по технике безопасности внутрь в микродозах. То есть микродоза, что это такое? Одной капли лимона, эфирного масла лимона, достаточно на 40 стаканов воды. Поэтому перебарщивать не надо. Поэтому я именно добавляю воду на кончике зубочисточки. Или я добавляю в смузи тоже одну капельку на большой, на 2 мл смузи на семью. Вот. Итальянская такая, итальянский завтрак. Что еще вам рассказать? Про ощелачивание воды, да. То есть вначале я рассказывала о том, что очень классно пить воду с лимоном. Эфирное масло дает эффект ощелачивания. Поэтому выводится, поэтому балансируется, собственно, система здоровья нашего организма. Да. Я рассказываю, опять же, через свой опыт, что у меня работает. Делюсь, что я люблю делать, какой у меня результат. Вот. Вы можете подчеркнуть и взять отсюда что-то полезное для вас. Итак. В национальном поле, как работает масло, эфирное масло лимона. Любые эфирные масла, они оказывают сильное влияние на наше психоэмоциональное состояние. И поэтому существует целая наука, аромопсихология, ароматерапевты, которые исцеляют людей, балансируют, интегрируют что-то с помощью эфирных масел. Как оно работает? Поддержка. То есть эфирное масло лимона вызывает в нас ощущение поддержки. Радость, ясность. Нам хочется завершать дела на энергии, которые дает нам лимон. Борется со страхами, с неуверенностью в себе, увеличивают в себе ощущение внутренней силы. То есть вообще желтый, да? Желтый — это цвет нашей чакры силы. То есть какая там петра третьей чакры. Это наше солнечное сплетение, цвет солнца, цвет нашей силы. Поэтому, соответственно, все логично, да? Перетекает одно из другого, что лимон нас соединяет с нашей внутренней силой. Поэтому вот я коуч силы, коуч силы для женщин. Я использую желтый цвет, очень много. Все логично. Вот. Поэтому масло лимона очень хорошо использовать тогда, когда не хватает решимости, когда не хватает энергии. А также масла лимона очень хорошо сочетаются с некоторыми другими эфирными маслами. Например, розмарин, укроп, мята, любые другие цитрусовые и ель. Что это значит, что они сочетаются? Например, их можно смешивать в диффузоры. То есть в диффузоре можно использовать одно эфирное масло, а можно несколько. Можно сделать бленд. Например, лимон, розмарин. Или если вы делаете, например, какой-то соус, вы готовите своему любимому мужчине или себе. Или гостям вы готовите рыбу или овощи, и вы делаете соус. И мы же знаем, что соусы – это Италия, куда мы сегодня с вами летим. Это вообще один из главных секретов высокой кулинарии. Это грамотный соус. Вы можете взять масло. Эфирные масла створяются, естественно, в обычных маслах. В оливковом масле, в кокосовом масле, в масле миндаля, в масле авокадо. Такое у вас есть. Капельку масла розмарина, капельку масла авокадо. И вот у вас получится оригинальный, очень интересный, спалансированный соус для блюд. Тоже так работает. Вот. То есть это наше масло-мотиватор. Используйте эфирное масло лимона на здоровье, во благо, в соответствии с техникой безопасности. Я рассказываю еще раз исключительно через своего опыта. Я желаю вам бодрости. Я желаю вам соединиться с вашей внутренней силой. Я желаю вам получать от этого удовольствие, от того, что бы вы ни делали с эфирным маслом лимона. Вот. И на этом сегодня, в этот солнечно-балийский день, желаю вам вдохновения. Продолжение следует...